Следующая тема – указатели. Часто эта тема вызывает трудности у начинающих программистов. Давайте вместе с ней разберемся и убедимся, что в ней нет ничего сложного. Для начала вспомним, как устроена память. Мы представляем ее в виде набора однобайтовых ячеек, которые следуют друг за другом. Все эти ячейки пронумерованы. Эти номера также называют адресами. Тут у нас ячейка с номером 0, здесь ячейки с очень большими адресами, а здесь, предположим, ячейки с адресами 101, 102, 103, 104 и так далее. Когда мы в коде нашей программы объявляем переменную, предположим, целого типа, это обозначает, что какое-то количество байт, в данном случае 4, где-то в памяти нам становится доступным по имени переменной, в нашем случае A. Адрес самого первого байта переменной является адресом всей переменной. То есть мы можем сказать, что переменная A имеет в памяти адрес 103. Так как на самом деле 103 это всего лишь число, хоть мы и интерпретируем его как адрес переменной, мы также можем его записать в память. Давайте заведем переменную P, в которую запишем адрес переменной A. Иными словами, P будет являться указателем на A. Но как объявить переменную P в нашей программе? Дело в том, что несмотря на то, что в переменной P хранится число, мы интерпретируем это значение не как число, а как адрес какой-то другой переменной, а конкретнее адрес переменной типа int. Именно поэтому, чтобы объявить переменную P, нам потребуется такая запись. P имеет тип int звездочка. Правильнее такие конструкции читать справа налево. И читать следующим образом. Переменная P имеет тип указатель на целое число. Однако после того, как мы объявили переменную P, мы должны ее как-то инститализировать. Мы должны записать в P адрес переменной A. То есть нам нужно каким-то образом в нашей программе иметь возможность получить адрес переменной. Для этого используется специальный оператор Ampersand. Он правильно называется оператором взятия адреса. Таким образом, это выражение будет являться адресом переменной A, и мы его записываем в переменную P. В нашем случае, для нашего примера, это выражение будет равно 103, и 103 мы записали как раз в переменную P. Кроме того, мы можем, используя указатель, обратиться и к переменной A. Для этого мы используем тоже оператор звездочку, но в данном контексте он называется оператором разуминования. Что он обозначает? Он обозначает, что мы должны по адресу, который хранится в переменной P, записать какое-то число. Давайте для примера возьмем число 70, чтобы не путать его с какими-то адресами. Таким образом, если мы по адресу, который хранится в переменной P, запишем 70, это будет обозначать, что мы возьмем переменную, адрес, который хранится в ней, перейдем по этому адресу, и в уже переменную A, то есть сюда запишем, число 70. В результате мы можем заметить, что в коде нашей программы запись звездочка P эквивалентна просто переменной A, так как обращение по адресу, который хранится в P, это то же самое, что обращение по адресу, который в памяти занимает переменная A. Давайте объявим две переменные целого типа A и B, которые инициализируем с значениями 20 и 30, а также объявим указатель на целое число. Эту переменную мы инициализируем адресом переменной A. Распечатаем значения переменной A, переменной B, а также разъеменную указатель P и распечатаем значение, которое хранится по адресу, который хранится в переменной P. После этого разъеменную указатель и запишем туда число 70. Так как в переменной P хранился адрес переменной A, то при разъеменовании указателя мы обратились к той же области памяти, которую занимает переменная A. значение переменной A по этой причине изменилось. В ходе работы программы мы можем в переменную P в указатель записать адрес какой-то другой переменной и также обратиться к значению, которое хранится по этому адресу. Это приведет к изменению уже переменной B. Продолжение следует... ... ... ...